В Советском Союзе существует целая серия орденов «Мать-героиня». Там те, кто имеет 8 детей, кто имеет 12 детей, там дают, так сказать, самый большой орден «Мать-героиня», если больше 12 детей. Но я бы предложил, так сказать, еще один орден, очень красивый, очень хороший, и тоже, так сказать, «Мать-героиня». Это для тех, кто сказать, честных, хороших дегенераторов, которые не плодят детей, то есть не плодят дегенераторов. То есть это как бы возрождение монашества. И как Вы говорили, даже взять их под защиту государства. И взять их под защиту государства, так же как монашество. Монашество было под защитой государства. Они пользовались уважением и со стороны государства, и со стороны общества. Они считались не только порядочными, а просто святыми людьми. Если вы хотите в России сегодня возродить христианство, новое, хорошее, воинствующее христианство, вы должны создать новую инквизицию и новое монашество. Не обидеть монашество и без монастыря. Есть такой термин «монашка в миру». То есть женщина, которая не уходит официально в монастырь, но которая является монашкой в миру. И монахи, и то же самое монахи в миру. И так сказать, если хотите возрождать христианство, нужно возразить в какой-то иной форме и монашество, институт монашества. И она дружит под защитой государства и поощряться обществом, как полезная институция. И наиболее сознательно брать, как инквизиции брали, для того, чтобы они вынюхивали себе подобных молодостей и наводили их на путь Господень. Да, 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 да. Потому что нормальный человек это делать не может. Да, 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 да. Чтобы был выбор, свобода выбора. Если ты идёшь по плохому пути, тебе соответствующее отношение. Если ты идёшь по хорошему пути, поощрять. То есть поощрять положительные вещи и подавлять отрицательные вещи. То есть здесь возрождается подход к католической церкви, что дегенерат не виноват, что он родился дегенератором. Ему даётся выбор. Ты можешь, так сказать, помогать нам вынюхивать и нейтрализовать всех дегенераторов, и тогда ты хороший человек. Ну, конечно. При одном условии, что ты не размножаешься и не, так сказать, участвуешь в факте сделок. То есть не помогаешь евреям. А между прочим, в истории религии, если, это опять-таки во время расцвета христианства, если в монастырях какого-то монаха уличали федерации, то ему было только лишь довольно слабое административное взыскание. То есть садили там на какое-то время на хлеб, на воду, обед там, молчание, или у них ещё в институте монашества было затворничество. То есть затворничество, это ты как бы заключённый в камере-одиночке. Но добровольно, если тебя, допустим, там тянет убить молоденьких девочек или мальчиков, и ты знаешь, ты борешься с этим, и боишься с расторвёшься, тогда ты сам идёшь и просишь, я хочу, так сказать, затворнички. Почему из них тогда и получались великие святые? Чтобы потом, когда он выходил из затвора, он мог помочь всем этим полусумасшедшим, и они его благословляли. Да, 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 да. Что он их видимо сквозь. Да, 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 да. То есть в принципе это институт дубного родительства. И вот, допустим, почётный орден мать-героиня. Если есть мать-героиня, там какая-то красно-белая, а этот пусть там бело-голубой, красивый, святые цветы, там какие-то цвета, очень красивые. Пенсию государству надо дать? Да, какую-то... Помощи от детей не будет? Да, 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 да. Взять под защиту государства и помогать. Вы только что рекомендовали возродить инквизицию. А где будет гарантия, что в эту инквизицию не попадут плохие дегенераты? Настоящую инквизицию развалили? А, так сказать, наверху должны сидеть нормальные люди, но которые хорошо знают высшую социологию. И они проверяют всех кандидатов. То есть самая верхушка должна быть всё-таки из нормальных? Людей, которые прошли полный курс высшей социологии. И как вы говорили, которые не хотели занять это место. Да, это место, так сказать, малоудобное, никому это не нравится. В общем, это должны быть какая-то коллегия, какой-то трибунал, состоящий из психиатров, социологов. Ну и туда же можно пустить каких-то там духовных лиц. Пусть это будет трибунал. В общем, в том случае невыборный, конечно. Нет, 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 нет. То есть там должны быть люди, как настоящие хорошие бюрократы, которые долгой службой, долгим учением доказали, что они нормальные люди, нормальная семья. Это довольно просто. Проверить семейное дерево. Всё. Там ошибки почти невозможные. Нормальной семьи, нормального дерева. Лучшая проверка – это проверка на семейное дерево. На семейное дерево, да. И если в семейном дереве есть гнилые ветви, то ни под каким видом не допускать в эту коллегию. Даже если он, так сказать, гениальный человек. Потому что нет гарантии, что он сожрётся. Нет гарантии. Он может быть сегодня хороший, нормальный человек в возрасте 40 лет. А в возрасте 50 лет придёт психическое болезнь. Вы никогда не знаете. То есть в принципе то, что... А насчёт плохого семейного дерева возьмите Ленина. У Ленина было 6 братьев и сестёр. И ни у одного из них не было детей. То есть опять-таки это были честные дегенеранты. В данном пункте. И Ленин не имел детей. И 6 братьев и сестёр. Все они были бездетны. То есть засохшее совершенно дегенеративное семейное дерево. Город Иванович, как-то Вы упоминали до этого, что один из самых больших грехов, который может существовать в мире, это когда священник имеет детей. Потому что он, священник, он как бы переборол дьявола и служит Богу. Но, как Вы говорите, ни о какой гарантии нет, что даже он будет нормально в старости. А когда он ещё имеет детей, то это будет дьявол в стократном размере. И он уничтожит все те хорошие дела, которые отец стоит. Вот Вам, пожалуйста, пример юмористический насчёт таких, что Вы говорили. Вот знаменитый писатель Джонатан Црифт. Отец иронии и юмора. Написавший «Путешествие Гулливера». Он был священником и одновременно писал антирелигиозные книги. А в конце концов сошёл с ума. Он был сумасшедшим. Вот и разберите это. А в детстве, конечно, и Вы читали, и я читал «Приключения Гулливера». Смеялись, всё это хорошо-хорошо. А ему не дыхмета было. Ну, вот в строчке. Как там он идёт, Джонатан Црифт со своим приятелем. Гуляют они там по Англии. Ну, и вдалеке видит этот самый Джонатан Црифт дерево, которое засыхает с вершины. То есть дерево ещё живое, но верхушка засохшая. Да, Джонатан Црифт говорит своё приятелю. Вот так же будет и со мной. Я, говорит, начну отмирать с головы. То есть он знал. И так и получилось. Он на старых селях сошёл с ума и сумасшедшим был совершенно. Здесь ещё один такой очень сложный вопрос. Как Вы, наверное, читали здесь в эмигрантской литературе, что Емельянов предлагает вернуться к язычеству, потому что он говорит, что христианство настолько пропитано ядом иудаизма сейчас, что он предлагает вообще его отвезти. Как Вы думаете, есть ли шанс возродить новое воистующее христианство, или проще вернуться к новым богам в хорошем забытом старом? Как Ваши отношения к этой идее Емельяновой? Ну, говоря о религии. Язычество. Если найдутся там какие-то чудаки, или идиотики, я бы сказал, пусть, пожалуйста, собирают там секту. Но государство должно быть на чеку. Хотите? Свобода, пожалуйста. Перестройка, пожалуйста. Если найдется 20 чудаков, или там 30, и они хотят молиться Перуну, ну, так сказать, молитесь, а мы будем смеяться. Чудаков много. В Америке 35 миллионов психбольных. Что Вы с ними сделаете? Вы не можете их всех перестрелять, да? Нужно только каким-то образом уменьшить это зло, локализировать его. И чтобы не было криков спор. То есть, если я Вас правильно понял, то религия может быть, в принципе, любая, основная функция должна быть укрепление государства и борьба с дегенерацией. Да, может быть, укрепление морали, семьи и государства. Потому что семья – это низшая ячейка государства. Если, так сказать, гнилая ячейка, она разрушает государство. Здоровая ячейка, она помогает государству. То есть, если из современного христианства убрать всю отраву иудаизма, которая туда проникла, то, в принципе, все эти институты, которые мы даем обсуждать, они могут быть применены снова? Да, конечно. Ну, например, взять психдиспансер. Ну, в Москве я не знаю, там сколько, 10 или 20 психдиспансеров. Это не сумасшедший дом. Но это учреждение, медицинское, где на учете создают всякие психически больные люди, и они должны туда ходить, регистрироваться раз в месяц или там на раз в три месяца, я не знаю. Ну, в общем, это, так сказать, там, где пытаются помочь всяким психбольным психопатам. А рядом церковь, где священник является своего рода, так сказать, психиатром. Редко какой священник открыто будет проповедовать зло. Таких почти нет. Ну, почему священники масоны? Ну, я это исключаю, это тут можно пойти там про дистанцию, я говорю, в принципе, о России. Священник, в принципе, это тот же врач-психиатр. И вот, с одной стороны, небольшая, красивая церквушка какая-то, там человек 100 или 200 приход, из них, скажем, половина нормальные, которые ничего не понимают, находят церковь. Вреда им не будет. Пусть ходят. А половина психопатов, которых священник пытается каким-то своими проповедями им помочь. То есть это называется групповой психоанализ. Да, но вы нам давали, Григорий Петрович, статистику, что среди врачей-психиатров очень большой коэффициент психбольных. То есть за этими священниками нужен будет глаз да глаз. О, да. В 40 лет он нормальный человек. Да, конечно, должен, как и раньше был, так сказать, прокурор священного синода, это гражданское лицо. Например, знаменитый победоносцем, прокурор священного синода, он был гражданским лицом, он был наблюдателем от лица государства, контролёром. Опять-таки, главный критерий контроля должен быть, первое, что вы должны находить дегенераторов, и второе, что вы должны наставлять их на правильный путь. Насколько это можно, да. По возможности. Насколько это можно, да. Если вернуться к вопросу о язычестве, в каждой стране масса сектантских всяких организаций. В Америке тут абсолютный бардак. Тут разных религий и разных сект больше, чем дней в году. Да, но Григорий Петрович... В России там тоже секты. И субботники там, и чёрт его знает, и жидовствующие, и так далее, и так далее. Но пусть будет ещё одна, так сказать, секта язычники. Если она будет в такой форме безобидной для государства. Пожалуйста, Григорий Петрович. Как мы определились в предыдущих лекциях, что иудаизм это сконцентрированный сатанизм, который искушает дегенераторов служить злу. Поэтому похоже на то, что любая секта, за исключением иудействующих, что иудействующие по определению сатанисты, мы не можем разрешить сатанистской секте быть среди этого набора будущих сект. По определению они сатанисты. И до революции большинство этих сект зажимали. Государство до 1917 года. Оно зажимало эти секты тоже. Некоторым там, допустим, разрешалось, а многие секты зажимались. И как зажимали, был суд Священного Синода, и были свои монастырские тюрьмы до 1917 года. И были там каменные мешки, которые похуже на спецсталинских концлагерей. И вот если какой-то монах сошел с ума, так его в каменный мешок садили, и сидел он там... Еще один парадокс. То мы только что определили, что мы, в принципе, не считаем дегенерата от рождения злом. Он может творить и добрые дела. Еврейская культура, еврейская культура, и любая другая культура, имеет право на существование. В основе еврейской культуры, как мы знаем, лежит Талмуд. Советское государство в конце 70-х годов объявило Талмуд человека ненавистнической книгой. То есть Талмуд иудаистов таково это человека ненавищества. То есть оно должно быть запрещено. Что же тогда мы будем понимать под еврейской культурой, если мы вынем самый главный гвоздь Талмуд? Что останется? То есть получается, что еврейская культура не имеет права на существование. По крайней мере, в понимании Хасидов. Слушайте, с этими евреями такая путаница. Проще всего, конечно, было бы их всех отправить куда-нибудь в Израиль, или на Северный полюс, и отделаться от них. Значим, самое умное, что Гитлер делал, когда бы он пришел к власти, он лишил евреев гражданства. И сказал, выезжайте. Собирайте чемоданы, собирайте свои деньги, выезжайте. И он их вытеснил просто нам. То есть, зная то, что они психически больные люди, отстранить их от важных постов, которые влияют на этику и на культуру. Да. Это то, самое, так сказать, благоразумное. Да, но вы, Игорь Петрович, мы с вами до этого узнали, что есть так называемые криптоевреи. Это стопроцентные гои, выродки, которым просто-напросто никто не сказал, что они созревшие евреи. Потому что если мы вышли всех евреев, а свои кровли в собственные деменеры... Опять-таки, опять-таки, я бы всех евреев не стал выселять. Это нужно делать спокойненько так, потому что были, например, один из самых лучших скульпторов русских, Павел Антакольский. Был еврей чисто кровно. Знаменитый художник Серов, которого я в молодости очень любил. Полуеврей по матери. То есть основным критерием все-таки должна быть не пятая игра по паспорте, а проверка на дегенерацию? Эта проверка должна много ступеней иметь. То есть вопрос это очень сложный. Вопрос это очень сложный. То есть нужен целый институт? Да, да, да. В принципе, так сказать, всех евреев хорошо было бы отправить в Израиль, но если евреи, заслуживающие уважения, исключение идет. Там 5% скажем. Это, кстати, было в российских законах Гитлера за особо выдающиеся заслуги на пользу Германии он давал немецкие гражданства. Да, да, да. То есть есть чем-то там? Их не считали евреями. Давали охрану граммом. Там целая градация была. Это очень сложно было. Опять-таки получается, что это не... Там евреи выкрести тоже другая категория. Это нельзя считать пожизненно. Потому что если в 40 лет он получил крест, то к 60-ти годам он может свихнуться и все развалить. Здесь нужно очень, очень тонко подходить. Самые умные цивилизации это были греческая и римская. И там был закон проведен. Евреев не допускали к судейским местам. То есть неврологические пункты, от которых решается судьба других людей. И в Древней Греции, и в Древнем Риме. Им запрещалось быть чиновниками. То есть судьями, адвокатами и во всех государственных людей. А как же писатели? Это же инженеры человеческих душ. И только человек, у которого есть примесь дегенерации, может быть хорошим писателем. Он знает трагедии. Что же получается, что мы должны дегенераторов пропускать к писательскому ремеслу? А если второй Достоевский будет? То есть это 69. Проблема очень трудная. Потому на самом верху должны сеять нормальные люди, которые не хотят занимать этот тяжелый пост. Вот потому я дальше не могу писать, рука не поднимается. Игорь Петрович, не могли бы вы отдать вкратце отношения ваше к тому, что сейчас происходит в Союзе писателей? И Евтушенко там хвост поднял, и прочее. Как вы относитесь к этому? Я бы решил эту проблему просто. Ну вот они, так сказать, дегенераты, левое крыло Союза писателей. Там самый крикливый, это Евгений Гавтушенко. Евтушенко, Гавтушенко. Он тоже с прожитью, и самый крикливый, и самый наглый. Такой наглый, что его даже евреи терпеть не могут. Хотя знаешь, он с прожитью. И женат на евреи. Вот они, эти все, так сказать, выродки, левое крыло Союза писателей, они кричат, чтобы издавали Булгакова, издавали Набокова и так далее. Я бы издавал эти книжки. Но перед каждой книжкой предислое небольшое, на две, на три страницы. Где было бы совершенно спокойно, без крика, без обиды, без оскорблений. Было бы сказано, что данный человек, скажем, как пастернак. Во-первых, евреи и бог с ним. А во-вторых, гомик. Но он наделал кучу детей. И самая главная его книжка, доктор Живак, аморальная и вредная. Так зачем он тогда ее кричал? А вот чтобы не кричали эти другие гомики. А святая в книге? То же самое. Светаева Лизбиянка была дочка священника или внучка священника, я вам уже говорил. Но книги-то ее не вредны. Я не специалист в области поэзии в данном случае, так что не могу сказать. А в отношении бога, а то? Мне бога, а кого нравится? Но если Мастера Маргарита имела название Евангелие от Сатана? Да, 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 да. Сатанисты? То есть, советской инквизиции, советской святейшей инквизиции, должны быть, так сказать, сведущие люди, занимающиеся вопросами литературы. Это должна быть организация. И разветвленная организация. Эти люди, так сказать, сидели бы и писали предисловие и послесловие. Хотите, так сказать, Булгакова выпускать? Хорошо, выпустим. Но за нами остаются предисловие и послесловие, написанные знающим человеком. Где будет сказано, что Булгаков, да, талантливый человек. И его пьесу «Дни Турбяных» Сталин любил и смотрел несколько раз. И «Белая гвардия» его роман. Тоже прекрасная вещь. А к шелуху ваши отношения? 100% положительные. Ну, говорят, что он там пьяница, украл свои рукописи и вообще... Насчет два роста рукописи, все это брехня абсолютная. А то, что он на старости лет там выпивал, это не грех. У меня, алкоголиков, есть несколько хороших знакомых, которые всю жизнь работали. И хорошо работали, и состоятельные люди сейчас. Ну, выпивают. Это вовсе не бомбы-бродяги, а люди, которые проработали всю жизнь, хорошо проработали, состоятельные люди. Дети у них, ну, с детьми там... Ну, Булгакович, Сталин-то решил проблему по-другому. Он всех писателей загнал в лагеря? Ну, вот мы говорили о этом самом писателе Шаламане, да? Человеку его жалко. Он был вечный революционер, его отец священник был вечный бунтарин. Сидел там за троцкистскую деятельность. Сидел он за троцкистскую деятельность, да. А что такое троцкизм? Это масонство в коммунизме. Это левое крыло масонства, масонство в коммунизме. А почему вы думаете, масонство в лице Троцкого проиграло? Ведь это же была сильная организация. Почему венинцам и сталинцам удалось все-таки его скушить? Слушайте, если вы соберете шайку психопатов, они никогда не уживутся на высотой. То же самое было во время Великой Французской революции. Они все поуничтожали друг друга. И вылет большой паук Наполеон. В России та же самая история, вылет большой паук в Стану. Гитлер называет, так сказать, свой приход к власти национал-социалистической революцией. Тоже революция, социализм. И та же самая история. Привели его к власти педерасты в лице штурмовиков. А потом в ночь длинных ножей он их там всех перестрелял. Семь тысяч человек. Что-то у кого это? Во главе Трема. Получается, одна из формул дьявола ничто, которое ничтожит. Ничто, которое ничтожит. Поэтому я и привел эти формулы, потому что эти формулы очень соответствуют действительности. Ничто, которое ничтожит. Не так, так это. Это нужно контролировать. Любое здоровое государство нужно это контролировать. А как ваше отношение к психушкому союзу? Вполне положительное. То есть, в принципе, это вот начало осуществления этого гигантского проекта новой инквизиции. Это довольно гуманная форма. То есть, расстрелы с ней. Да. И опять-таки, как вы указали, что есть психические заболевания, которые очень трудно видеть со стороны, только профессионал сказал, что да, это человек шизофоний. Да. Потому что большинство нормальных людей, как вы уже сказали, она думает, что сумасшедшие люди, они те, которые... У нас же не тот, который кусается, у которого слюни текут, и которые вообще, так сказать, прыгают, как обезьян. А на самом деле... Таких в Америке полмиллиона. А 35 миллионов это психически больных, но которые бегают кругом и портят жизнь другим людям, и вы их не видите. И, как вы говорили, комплекс мания-реформаторства, он, в принципе, правильный? Ну, конечно. И опять-таки, глава всей этой психиатрической медицине похоже тоже евреи. Лундс. То есть, как он физиции получился? Что? Профессор Лундс. Он уже умер, да. Да, но он тоже из евреев уже был. Лундс был еврей, да. Полковник КГБ еврей. То есть, другой пример хорошего еврея. Он осознал, так сказать, кто его сородичи, и помогал их ловить. Да, да. Да, да. Диавол в коем самом уничтожении. Кстати, главный психиатр ЦРУ тоже еврей, Геттингер. Так что главный психиатр КГБ еврей, главный психиатр ЦРУ тоже еврей. А помнишь, что его хачнахер... Душа невецкий еврей, Геттингер. Хачнахер, что говорил, который был психиатром у Форда, и, по-моему, был у Никсон. У Никсон. И он у Форда тоже концентрировал. Да, да, да. И он очень хорошо написал, что же Саванее это заразная болезнь, которая относится евреями, и сам же еврей. Да, да. Это было публиковано в солидном журнале. Да, да. Да, даже эта проблема запутанная. А требуется не одна лекция. Да, да. Сколько вы лет потратили на то, чтобы изучить эту проблему? С 1955 года сколько это будет? 30... 32 года? Ну, как вы писали в предисловии к своим книгам, во многой мудрости много печали. Не бывали ли у вас минуты, когда вы считали, что вы зря вообще в это дело влезли? Просто-напросто я не люблю бросать какое-то дело незаконченное. Если бы я наперёд знал, что это такое, я бы не взялся, но я это не знал. А когда я уже узнал, было поздно вылетать из этого болота. Жалко. Ну, Юрий Дочков, вы как-то уже говорили не один раз, что то, что вы не профессиональный писатель, вам даже помогло, потому что именно инженерное мышление помогло пролезть через всё это болото и наслоение лжи. Потому что здесь требуется именно инженерный подход, вот когда что-то не подходит, есть строгие формулы, есть строгие законы, и менять их не следует. И в принципе, здесь именно инженерная подготовка связала положительную роль. Да, в определённой мере, да. А потом с писателем это ещё вот странная вещь. Есть такой закон, на котором обжёгся наш беленький гоголь, тушка. Когда он написал «Мёртвые души», всё было великолепно. но он написал там всякую пакость всех подряд. Всё было очень интересно, хорошо. И тогда он сам понял, что, слушайте, какая-то грязная книга, все герои пакость. И тогда он решил в противовес «Мёртвым душам» написать второй том, как бы продолжение «Мёртвых душ», где он показал бы, так сказать, положительных людей. И он писал, 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 написал там целую книгу и потом сжёг. И многие серьёзные критики говорят, что он понял, книжка неинтересна. Если вы возьмёте какую-то нормальную семью, счастливую семью, хороший муж, хорошая жена, милые детки, да, и все они работают, и работа у них хорошая, дом хороший, попробуйте вы написать, так сказать, роман на эту тему. Он будет пресный, скучный, никто его не будет читать. Возьмите, так сказать, семью, где муж психопат, где жена психопатка, муж алкоголик, дети наркоманы и так далее, и так далее. Потом кончается тем, что сын залезал в мать или что-нибудь в этом духе. будет очень интересно все будет читать. И это закон, железный закон для писателей. Короче, а вот из вашего опыта уже могли бы вы дать имена писателей, которые вы считаете были светлыми писателями, которые следует, так сказать, похвалить за их работу? Просто лезть имена. Ну, я все-таки, так сказать, больше времени потратил на изучение инженерного дела, а не литературу. Но вот то, что я сам читал. Например, светлым писателем был Мапасан. И, между прочим, профессор Август Форель в своей книжке «Половый вопрос», он там тоже приводит Мапасана как положительную величину. Там много секса, много эротики. Но я в юношестве читал, мне это нравилось, и профессор Август Форель тоже подчеркивает, что это плюс был. Но беда-то в том, что этот, так сказать, хороший человек Мапасан несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством и умер в сумасшедшем доме якобы на почве залеченного сифилиса. Но это брехнет. Если вы гляньте, сифилис ты мог поймать сам, да? И ты там что-то такое. А у него там семейное дело и братья-самоубийцы, и сумасшедшие и вся семья. Горяч, а из наших из русских вы говорили шолохов светлый. Так по поводу Шукшина? Шукшина я мало знаю. Известных писателей мне говорили Лесков положительный. Пушкин? Ну, Пушкин, без сомнения. Это светлый гений. Пушкин, Лермонтов, это уже без спорта. Достоевский, как выглядит, перековавшийся в Сибири. Да и Толстой тоже хороший, только жизнь у него была плохая. Но вы имеете в виду раннего Толстого, не поздно. Ранний Толстой, да. То есть, по-моему, который написал очень много и именно положительные вещи. А Маяковский? Ну, Маяковский, можно сказать, в конце своей жизни как он сам писал, поставил за собой точку пули. и закончил свою карьеру и поставил точку в форме пули. А Есенин? Есенина, Есенина просто жалко. Он опять был двуполый. Да как-то говорили, что свою последнюю ночь он провел на самом деле с мужчиной в истории «До свидания, друг, мне, до свидания». Да-да-да-да-да. Во всяком случае писал он это письмо это второму мужчине. Не сам Дро был его именем случайно? Там говорят, что Марин Гупф такой был поэт Марин Гупф говорят. Мне нужно заглянуть в карточку на Есенина. Там много информации. А вообще я просто в голове не могу все это удержать. А что-нибудь я такое сболтну не то. Сразу, так сказать, Легион Легион закричит. Видите, видите, вот тут он ошибся, тут он ошибся. И все, что он говорит, все это буза-буза-буза-буза. Я должен быть очень осторожен. А из писателей советского периода вышел, можно сказать, хорошо писал, положительно. Толстой, прекрасный писатель, но сволочь невероятная в личной жизни. он или он. Но очень талантливый человек. А писатели-деревенщики, вы считаете, что они делают хорошее дело? Я их совершенно не знаю. Считаю, что делают они хорошее дело, но я просто не могу все читать. И нельзя объять необъятное, как говорил. там работает это что? Тогда значит поддановить первой лекции. Что вы хотите сказать? Ну, так сказать, мы поговорили на регионные темы и видим, что, так сказать, дьявол действительно существует и этим следует заниматься. То есть это не мистика? Это самая настоящая мистика, мистика, но кроме мистики есть и статистика. Потом есть теория вероятности, которую можно применить не только к математике, но и к высшей социологии. И в процессе, так сказать, перестройки гласности не мешало бы подергать и товарища сатану за хвост. Тогда бы выяснилось, почему марксистская экономика буксует они там пытаются перестраивать там то, другое, третье. И тут высшая социология многому помолала бы. Особенно острый вопрос встает в объяснении чистых. Сейчас все спрашивают, почему это случилось? Вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас, значит, за горло берут правительство и почему наших пап или наших дедушек перестреляли. трясут за горло Горбачева, так сказать, давайте, выкладывайте, он сам не знает. Вы не могли бы, как-то сказать, им фаш-подход? Вы уже писали об этом в книге, но просто, чтобы восстановить в памяти, ваше объяснение чистое. Опять-таки, там мой отец в 38-м году был арестован просто как из бывших человек. Так сказать, недобитые буржуа или недобитые белые. Так что тут нужно быть очень осторожным. Теперь ликвидация кулака как класса это самое крупное преступление Сталина. Я слышал, что это позволил Каганович. Тут надо ограничить. Когда Сталин чистил и уничтожал ленинцев, революционеров, это было правильно. Это то, что в Библии стоит свиньи бросились в море и все утонули. А когда он взялся за нормальных людей, особенно... Но когда он, так сказать, уничтожал Кулакова, это самое крупное преступление Сталина. Конечно, кулаки были самые лучшие крестьяне. А вам не казалось, что в принципе уничтожением ленинцев и революционеров возможно заведовал Сталин. Но уничтожением лучшей части русского народа и крестьянства возможно здесь как руководил Каганович. Вполне возможно. Потому что это именно какая-то мессианская злоба была. Сталину было напревать на крестьян. Они ему угрозы не представляли. Без сомнения, уже советская власть это была еврейская власть. Если дубать только что евреи сделали революции и ушли, ничего подобного. И 20-е, 30-е, 40-е годы советская власть это была еврейская власть. То есть Ленин полуеврей, Сталин полуеврей, Берия полуеврей, все руководство КГБ состояло из евреев. То есть все эти океаны крови в принципе были пролиты иудейским руководством. Это мессианская злоба. И только небольшая часть уничтожения верхушки революционеров возможно здесь руку привожу в Сталин, чтобы обеспечить себе приоритет. Да. Да. Возможно в этом направлении как-то следует объяснить эти чистки, что чистки сами по себе, особенно интеллигенции и верхнего руководства партийного были положительным элементом под руководством Сталина. А уничтожение крестьян и уничтожение нормальных людей, включая инженеров, это как раз было местью иудеев русскому народу. Без сомнения. Здесь важно проводить четкую границу, а не варить все на бежную голову Сталина, который до конца своих дней был, собственно говоря, марионеткой. Он попытался проявить, так сказать, свободу и волю. Там, конечно, была борьба страшная за власть, но Сталин был все-таки диктатором. Но диктатором, когда он замахнулся на евреев, его притравили просто. То есть диктатор был ограниченный? Может, да, может, нет. Он умер 73 года, пора умер. На чем я кончил? Да. Вот это шмел. Значит, он был протеиреем в американской церкви, так сказать. Тут же есть синодальная церковь, это как бы такая правая, а потом американская юрисдикция, это левая и сплошь амасонная. Это, то есть, американская православная церковь. И вот он там играл роль такую же, как в синоде играл храбр, то есть серый кардинал. Сзади сидел, вот это все там плев. Казарин отчего же умер этот протеирей шмел. Да, и все говорили, что он масон. Ну, старик уже. Так что обзывать такого старика педерастом как-то оскорбление для педерастов. Так что это категория бывший педераст или старый педераст. Но масонам остается за самый свет. Отчего же он умер? От рака мозга. Прозовей Шмелман, да? А его сын Сергей Шмелман сегодня главный корреспондент Юнадий Пресс-Интернешнл в Москве. Да. И если отец масон педераст священник, масон и тегаран, то у него может быть сын Сергей Шмелман. Он не священник, он корреспондент, он журналист. Юнадий Пресс, это нашим, он сидит по 100 летом, да? Главный корреспондент в Москве. И чтобы я бы этого не знал, то я им в лицо плюну. Просто ну не поверю. потому что все эти хитрые органы работают по тем же самым принципам. о Сирии писали очень интересно, что 60% бюджета Сирии идет по открытым каналам, только 20% идет на такой чистый шпионаж. Там шпионаж при помощи сателлитов это там другое агентство. Такое значит уверенно, что одно секундочку. Да. А Сирии это с каких не работа. 80% это они по книгам, по интервью, вот опрос этой третьей миграции, чтение всех советских газет вплоть до казахстанской правды. Какой урожай в Казахстане, там какой урожай овощей, того или ого. Сидит там группа русских авриков в маленьких таких стеклянных клетушках в библиотеке Канараса и читают от корки до корки всю советскую прессу и авиационную литературу и морскую литературу вплоть до казахстанской правды урожай Казахстан. Потом все это анализе и значит там резюме составляется, потом все это анализируется, анализируется, значит экономическая картина, военная картина и так далее. И вот 80% бюджета тратится на эти вещи, только лишь 20% на такой настоящий пианаж. Но неужели КГБ где-то когда это пишется открыто в американской прессе, неужели КГБ этого не знает? они выписывают, что такое 10 номеров на русского слова Москвы, но русского типа хвалива. Там сидят вот так, как я читаю, вы читаете, я анализирую, да? Там то же самое. Не может просто быть, чтобы они не садили специалистов, где все это процеживается, сортируется, делаются выводы. как же тогда Арбатов стал главой США экономики? Вот это я не знаю. Еще не все знают. Вот то, что я вам сегодня говорил, здесь страшно путанно и там докопаться очень трудно. Это та же самая история. Я вам привел пример Сергея Шмемана. Я уверен, что 90% всех американских корреспондентов в Москве, не только американских и немецких, всех иностранных, это все жопники, масоны, то есть партийцы. Советский Союз пошлет корреспондента какого-то спецкорреспондента в Вашингтоне, пошлет беспортийного. Никогда, да? исключается, да? То же самое с западом. Но член партии это будет потом. Любовь он, так сказать, и женат, и дети, детки будут, пока через 20 лет там будет заметно. жена или от рака умерла, или в сумасшедшем доме сидит, или развод, а детки один честный пидорак, второй хиппи, или какие-то неприятности. Но это через 20 лет выяснится. Да и для специалиста это будет ясно. и чтобы этого не знали, что они у себя будет средствами. уничтожить это просто невозможно, но контролировать это необходимо совершенно. Какие все органы это знают? И как говорить, если еврей заведется, то вокруг себя собирают местных педов. Чего же евреев допускают? Возможно, с редактором газеты, прочее, прочее. Устраивают? Ну да, вот Яков, например, Московский расцвет. Это не знаю. Что там невероятное количество их полмиллиона евреев в Москве, Они там здесь и всюду. Да, он знаешь, что он говорит. Секретарь и тот еврей. Даже Ельц на него не снял. Расправил же. Да? Этот Толстук принять, принимать какие-то радикальные меры против евреев, они этого боятся. Уж тогда, так сказать, мировой ведомо с умственным столько полосинок строит. Сорвут и разоружение и все. И они тоже просто считают лучше какие-то частичные меры. А потом бог его знает. Я не знаю чем дышит Арбачул. Мне кажется, что он лучше разу, все предыдущие. чёрт его знает. Знает ли он вообще что-нибудь, что он делит до масон селения, он расхвалил их, просил, они все сейчас молятся на Ленина. А Бухаи на последнее время стали реабилитировать? Реабилитировать уже, да. А как Бухаи? Что? Бухаи, как он? Транспект был, не транспект. Вообще-то там, я помню, заметно читал, что он там родал как женщина. Что? Передал как женщина, и в остерике бился. Ну, не в стеречке, да. Так это Керенский. Ну, он женился что-то в 45 лет на 20-летний жидул. У Бухаи на жены еврейка. Хотите я вам подсказать все эти подробности, я могу вам найти. Он женился, значит, в 45 лет на 20-летний какой-то там жидул. По фамилии Ларина. Ну, Ларина, бывшая Лурия. Теперь у него был племянник, который в сумасшедшем доме умер. Причем племянник какой-то приемный. Это протокол даже есть. Видите ли, я раньше там собирал карточки там Бухарин, Троцкий, а потом я их руковировать стал, понимаете. Не хватало мест, потому что у меня на Бухарина сейчас не знаю, будет или нет карточки. Но я знаю, что если я гляну смешанные браки у советских вождей, то там Бухарин есть. Одну секунду, сейчас проверим. Это там все будет исключение. Бухарин. Николай Иванович. Хороший русский человек. Он был вождем правой оппозиции. Хотя его считали мягким и гуманным человеком, но он полностью оправдывал красный террор. Источник Конквист, страница 544. Так, номер 2. Перенесено на карточку еврейские жены у советских вождей. Цитата дословно открывается. Не задолго до ареста приблизительно 1935 год Бухарин женился на девушке на 22 года моложе него, дочери Ю Ларина, бывшего меньшевика. Источник Иберг Крушение поколения книжка Рим 1973 год страница 41. Теперь примечание она еврейка Ларина Лувье. В юности Бухарин был ярым экстремистом дословно. Доведочная цитата Бухарину с его беспокойной эмоциональностью и его интеллектуальной сверхчувствительностью как у Дашкин сверхчувствительностью с его постоянными колебаниями Ментер Эмбелл и переходами от левого радикализма к правому экстремизму. Псих источник континент номер 34 982 год страница 255 цитата Бухарин заявил что только казни и убийства образовывают сознание коммунистического человека закрывает цитата полностью оправдывал гуманист полностью оправдывал казни и убийства что только казни и убийства образовывают сознание коммунистического человека. Пятое Вышинский называл Бухарина поместью лисы и свиньи. А у вас есть выписка что Бухарин он был еще прокурором при царе? Какой-то мужик в цехе? То есть не Бухарин в цехе? Да-да-да Я это не стал вырезать. Сумасшно. Алиф в стране Алиф значит от 10 до 11 до 187 до 35 Там же в 1907 году Бухарин был официально реабилитирован. Хорошая или плохая? Такая же вся. Даже Ушинский был прав поместь лисы и свиньи. А сейчас почти святой реабилитировать. Да нужно кого-то никого нету. Ну я тоже жизнь. А вот. А почему столыпина не реабилитировалась? Чем столыпин плот был? Что вы нервяр? Нервяр? Так когда же избавимся от этого наследия? Вот когда высшая социология там будет признана как наука? если поставить на голосование в Академии наук Кобачников проголосует против. Поэтому высшая социология это всегда тайная наука будет. Кстати там какая-то гнида завелась сейчас Лихачев академик. Диссидент на него молится. Он гремит вовсю, ругает антинаучные исследования масонские все и вовсю там за пастернатой запрос в Солочи Лихачев русская фамилия. Да. И русские есть. Денерация это не только привилегия его. Нередо князья дивидерации. Да. А вы знаете про царя иудейского сегодня? Сегодня нет. Это президент всемирного еврейского коммересса. Как же его? Потом вспомним что он сейчас мотается и одновременно он король виски. Бронхман? Бронхман. Эдгар Бронхман. Это президент всемирного еврейского коммересса то есть царь иудей. Ну царь это всегда у нее была мультимиллионер. Его официальный титул царь иудейский? президент всемирного еврейского конгресса это высший титул. да лет 8 тому назад по всей прессе гремела сенсация американцы не могут уж такую сенсацию упустить. Значит его сына украли украли и требует выкуп 2 миллиона долларов и фотографии сына фотография Мэдгара Бронхмана симпатичный лет 50 джентльмен и его сын а сын не мать не остал прохожего молодца то есть не жид не жиденок а жидю 22 года черт он знает может мать пошел на отца абсолютно не похож отец значит американец а сынок абсолютно жидю ну и папа уже там начал по карманам лазить 2 миллиона долларов собрался платить ну значит выясняется арестовали и похитителя и сына похитителя это оказывается был пожарник какой-то и они оба пидорасты которые натягивали так сказать друг друга кто кого не знает и поскольку отец мало давал денег сыну то сын договорился с другим пидорастом что мы так сказать давай организуем похищение и у папы 2 миллиончика заберем потом пропьем и все это открыто писалось по всей американской прессе у меня вырезка из тайм магазин где все это расписывается и там с такой американской усмешкой что одновременно вот это похищение трапов с сыном совпадало что папа опять женится фотография фотография его значит невесты какая-то 20-летняя красавица американка блондинка папе 50 лет деньгами она же какая-то блядюшка 20-летняя американка блондинка красавица фотографии так сказать его первой жены мамы этого пидораста не было или если сын пидораст значит и папа какой-то пидораст какой-то категория много как же он женится на красавице 20-летняя нашел какую-то блядюшку так сказать которую интересует только деньги и все вот царь иудельский и он все время мотается в Москву и там встречается если не с Горбачевым как во всех ключевых шеварнардов да-да-да-да все время начинок на самый труд шеварнардов опять стоят еще русского не было что-ли что шеварнардов это еще эдик а эти эдики среди эдиков 90% евреев 10% вообще у русских это не популярно эдик ну пусть взять 100 эдиков 10 русских 90% евреев будет а что этот эдик шеварнардов ты тоже подозритель я не знаю а этот начальник экономики Агарбинян опять тоже что-то такое сна у меня одна бабенка из третьей эмиграции что-то там заговорили о армянах они все все армяне так это же те же самые евреи она очень хорошо знает третью эмиграцию и сама русская была замужем говорит что русская замужем была за евреем дочка людюшка время полуевременного но честная бабка что-то заговорили в этом армяне так и даже те же самые евреи я считал что Абрашев Абрам он же спустился саратских гор из Армении пришел они по Армении болтались до Халдея но есть другая теория что когда так сказать вот евреи жили в Вавилонском плену и когда Кир победил в Вавилонии то евреи предали они уже знали что выиграли Кир они как бы предали свою родину как сыр масле катались в Вавилонии где-то они кричат в Вавилонский плен полная свобода жили они там как сейчас это не в Америке они предали Киру но Кир тоже был не дурак и после того как они свое дело сделали он их начал разгонять и вот тогда якобы много евреев были вызнаны и осели на Кавказе а ведь империя Кира это надо глянуть на карту тогда это была колоссальная империя которая доходила до границ Кавказа А кстати Армении выглядит почти как евреи маленькие толстенькие то же самое комплекс клопа короткие руки короткие ноги большое толстое туловище такое клопиное телосложение потом то же самое центробежные силы даже евреи всегда так сказать не тянулись к своему центру а рассеивались по всему миру большинство армян живет вне Армении у меня точная статистика они по всему колкасу они почти все в торговле и все они в торговле так же мы в паразитической да вот сегодня в Армении живет меньше чем в россияне и самая ядовитая помесь евреев это считается помесь евреев с армянами пример это самая мадам Сахарова полуеврейка полуармянка Елена Боныш она полуеврейка полуармянка и я встречал одного еврея которого тут называют советник Брежнев детства в аппарате был но его в Колумбии прямо так сказать называют советник Брежнев кличка и он мне сам навалил в Кремле этим вопросом занимаются и считают официально что самая ядовитая помесь это евреев с армян ну а я еще добавляю это помесь юриев с детьми священников вторая самая ядовитая субтитра 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 Продолжение следует...